Вот такая ситуация, значит, у деда спрашивает. Как здоровье? Ну, думаю, сейчас всё хорошо и пошёл. Ты кого спрашиваешь-то? О-о-о, спросят вещи то, что нету. Миша, да какое у нас здоровье-то? Всё такое здоровье, что дыши-не дыши, всё равно хожевого не похожий. Мне знаешь, сколько годов-то уже? А-а-а, иди сюда, скажу. Старый я. Миша, мамонта, как тебе видал. Ищет, и не бог. Ну, что я буду врать-то, интересно? Я же из дудки не стреляю, и кошку не запрягаю, и против ветру... Это... Не вру. Говорю тебе, мамонта, значит, мамонта настоящего, с рогами. А почему на голове-то? В роту. Бивни, конечно, эти. Три раза, Миша. Все коренные. Это что, это сейчас редкость? А тогда они, знаешь, какими кучами рыскали этих... Эти мамонты-то. И не сосчитаешь. Угу. Да мы считать тоже, честно говоря, не умели. Так, дикие же были все, эти, практикантропы. Не умели считать. Так, до двух только когда. На охоту уходили когда-то. Там, потом подшитываешь иногда. Два раза ему... В лоб дубины хрящящий, все готово и лежит. С шупальцами бьет, бьет. Пыль подымает. Ну, хоботом, конечно, хоботом. Машина объезжает его, лежит на дороге. Ну, ты что, Миша? А знаешь, бывало... Придешь домой с охоты, в пещеру постучишься, мамонты им в окошко покажешь. Ох уж они рады, Миша! Месяц целый пируют, жарят, парят, дрищат. Это... Ну, я говорю, я имею в виду это самое... Ой, много их было тогда мамонтов. А я же у тебя, между прочим, соплеменник не простой же был. Миша, конечно, я же в вождь был. У меня, знаешь, кольжон-то было, Миша. Пальцев не хватает на организме, никаких отростков. Некуда было кольца одевать. О, сколь был. Да мамонтов не натоскаешь и всех кормить. Да ты что? Ты это... На ход уйдешь, Миша, вернулся. Еще шесть ребятешек на каждую питьку. Он вышел, дров наколоть. Ты что, четыре? А ведь это же, Миша, ты же сам знаешь, как мы жили-то? Скорой помощи не ездили ж тогда. Все сами, Миша, все сами. Одно рожают, вдруг отскладывают. Пацаны направо, девушки налево. Это один прыгает, другие кричат, кричат, третий курить начали. Да ты что? Че ты говоришь? Ты это самое... Скажи мне в эту уху, здесь, это, пуля. Ну, не слышу я. Пуля с войны, откуда она еще возьмется-то? Куда ты даешь? Ты вон какой был маленький, когда я уже с финами-то воевал в Вьетнаме. Ну, ты что? Мне еще, кстати, сам вот этот самый Суворов-то, Михаила Кутузыча, подирались ему что-то наши. Еще было встретимся с ним, он говорит. Че это, товарищ старший гусар, у вас столько медалей? Все уже поровну начисляли. Он мне, знаешь, сколько медалей? Миша, да я их все не могу даже носить, ты что? Собственно, весь киржак со всех сторон. Да земля не держит, когда оденут все. Только на лыжах. Вот ты что, не веришь? Да и черт в тобой не верь. Кого ты? Ты с кем сейчас разговариваешь-то? Ну, ты договорил суды в это, в уху, чтобы я слышал-то? Вот он, которого больше-то. Вот суды, ну. Ну, об лед я ее приморозил. Ну, почему сразу пьяный? Вот что ты такой есть-то? Кто ж тебе зимой на рыбалке пить-то будет? Сам не слышу, что говоришь. Ну, перед рыбалкой выпил, конечно. А мы же не знали, что рыбачик был? Мы же просто на льду развели костер, ну, погреться, чтобы из ящиков. Ага, и это самое, а там только с одной стороны, оказывается, написано яшики-то. Это Серега первый прочитал, хрень такая, да как побежал от нас. Кричит, ложись. Мы тут легли, смотрю, я прочитал. Динамит. Хана, стелите гроб, я спать пришел. Кто играет с динамитом, тот домой придет убитым. Ха-ха, стихами заговорил Миша. Да ты что, Миша, я еще хотел Сереге сказать кривому-то, он раньше тогда, чтобы прямой был. Я говорю, откуда взялось-то столько? Ведь пустые же ящики были. Что же мы, это сейчас же нас всех тут, понимаешь, строих мушкетеров семерых гномов изделий. Это же ледоход будет пополам с рыбы. И, Миша, говорю, да откуда с каких таких яиц нам такая радость-то вылупилась? Ох, и зачем я так долго говорил-то? Хоть бы на корячках отскочил куда-нибудь. Как она, Мишечка, ты мой, шваркнула. Как она хренанула. Как меня вверх кармашками подбросила. И сплюшила всего. Аж чуть форму с удержанием не замарал. Как потом сосверху наземь-то шмякнула. Ах, Матерь Божья, на кого похожа я? Губы рваны, нос толченый, брюки нахрен промочены. Ножки гнуты, жопки пнуты, крыльи валеньки обуты. На дворе трава, на траве дрова, на дровах бровями драные братва. Гуд заговорил. Рифмы говорил. Смотри, все делается. После удара, что ли. Да нет, Миша, чего ты не спокоишься? Ничего, так сильно ты не пострадал. Так из ненужного по отрывалку и чего. Борода, конечно, шибкая. Хорошая была, жалко, конечно. Новая, в смысле, длинная. От отца до стола сейчас. Ну, в смысле, у него такая же была. Вот, Миша, с этой вот рыбалки-то я, слышь, попадаю прям сразу в больницу. Ой, а все доктора-то в отпуску. Декабрь, картошку уж копаются. Это значит, эти медсестра-то не понимают за нихрена. Ага, прям, ну, так и открытый, говорит, не понимаю. Говорит, я ни хрена, то ли живой, то ли мертвый. Я говорю, да что ты говоришь? Я говорю, дура, да разве, если бы я был мертв, разве бы я бы тебя сшипал? А сам сшипаю, я замято-то, сшипаю. Она в крик, а там рядом-то в палате, этот, участковый лежал, голый. Ну, дружили они с им организмами. Да как, забежит сюда, да как, свистит мне, ну, свисток-то в слой. Я прям с острыху-то с этой скаталки-то бряк, и прям на весы смотрю, 63 килограмма. А где, говорю, шачи ты, гады? Чё, говоришь, чё ты перебиваешь-то? Ты в этом туда-сюда говори, здесь ваты меньше. Ну, как зачем, ты же окна, знаешь, ему затыкаешь. Ну, я окна и ухи. Чтоб ни в те, ни в другие не дуло. Чтоб сопливая простуда ни туда, ни оттуда. Вот, стихами сегодня чё-то я чешу и чешу. Ага, а то больше почесать негде. И это... Знаешь чё, пошёл ты. Надоел. Пойду я, артист, хоть прятайся от тебя у людей, только время ты маешь, болтун. Она же у меня в сарае стоит закрытая, старуха-то моя. Голодная. Ну, то пошла тоже газе дать. Как-то дверь ухлопнула, и я её отсюда вытушить не могу. И она оттуда не выпихнуть никак. Заклинила дверь, и всё. Я пошёл вот за Серёжкой, за Кузнецом, а ты меня тут посмотри, дело отвлекаешь, понимаешь, своими разговорами. Вологур. Вот тебе к чёрту. Слушай, пока моя в запретях, может, порадуемся. А чё, у меня три литра есть ещё дома. Хороший, на табаке, правда, там с мышиным пополам. Не хочешь? Нет. Ну, правильно чё, не каждый день нам с тобой с кольца пабель. А с кем мы упали туда? Ну, ладно, иди, Вологур. Серёгу позову, он откроет её. Ну, здоровый у нас спортсмен. Одним пальцем четыре клавиши на пианино жмёт. У него рубаха, Миша, знаешь, какая? Ха-ха-ха! Если не застёкнуть, я твою машину как раз. Он здоровый у нас. Побалдуй. Поможет. Ладно. Когда будешь в следующий раз-то, заходи. Рады будем. Наверное. Или всё-таки попробуем. Нет, не успеем. Ну, ладно. Некогда, понимаю. Ну, я сейчас свои-то скажу, что тебя встретил Лухан и рада будет. Ей же ещё долго сидеть там. Пока я Серёгу найду. Ну, прощай, Миша. В общем, я тебе скажу. Мы же тебя с мужиками, честно говоря, там... Так... Мужчины мне говорят такие слова-то. Ну, в общем... Ты уж там про нас не думай. Всё. Музыка. 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 Продолжение следует...